По-американски. Имея сильнейшее поползновение вступить в самый законнейший брак, и пометуя, что никакой брак без особой пола женского не обходится, я имею честь, счастье и удовольствие покорнейше просить вдов и девиц обратить свое благосклонное внимание на ниже следующее. Я мужчина, это прежде всего. Это очень важно для барыни, разумеется. Два оршина, восемь вершков роста. Молот, до пожилых лет мне далеко, как кулику до Петрова дня. Знатен, некрасив, но и недурен. И настолько недурен, что неоднократно в темноте по ошибке за красавца принимаем был. Глаза имею карие. На щеках, увы, ямочек не имеется. Два коренных зуба попорчены. Элегантными манерами похвастаться не могу, но в крепости мышц своих никому сомневаться не позволю. Перчатки ношу номер семь, три четверти. Кроме бедных, но благородных родителей, ничего не имею. Впрочем, имею блестящую будущность. Большой любитель хорошеньких вообще и горничных в особенности. Верю во все. Занимаюсь литературой и настолько удачно, что редко проливаю слезы над почтовым ящиком стрекозы. Имею в будущем написать роман, в котором главной героиней, прекрасной грешницей, будет моя супруга. Сплю 12 часов в сутки, ем варварски много. Водку пью только в компании. Имею хорошее знакомство. Знаком с двумя литераторами, одним стихотворцем и двумя дармоедами, получающими человечество на страницах русской газеты. Любимые мои поэты, Пушкарев и иногда я сам. Влюбчив и не ревнив. Хочу жениться по причинам, известным одному только мне да моим кредиторам. Вот каков я. А вот какова должна быть и моя невеста. Вдова или девица, это как ей угодно будет, не старше 30 и не моложе 15 лет. Не католичка, то есть знающая, что на всем свете нет непогрешимых и во всяком случае не еврейка. Еврейка всегда будет спрашивать, а почем ты за строчку пишешь? А отчего ты к папеньке не сходил? Он бы тебя наживать деньги на уцил. А я этого не люблю. Блондинка с голубыми глазами и, пожалуйста, если можно, с черными бровями. Не бледна, не красна, не худая, не полна, не высока, не незна, симпатична, неодержима бесами, не стрижена, не болтлива и домоседка. Она должна иметь хороший почерк, потому что я нуждаюсь в переписчице. Работы по переписке мало. Любить журналы, в которых я сотрудничаю, и в жизни своей направления он их придерживаться. Не читать развлечения, еженедельного нового времени, нано, не умиляться передовым статьям московских ведомостей и не падать в обморок от таковых же статей берега. Уметь петь, плясать, читать, писать, варить, жарить, поджаривать, нежничать, печь, но не распекать, занимать мужу деньги, со вкусом одеваться на собственные средства, НБ, и жить в абсолютном послушании. Не уметь зудеть, шипеть, пищать, кричать, кусаться, скалить зубы, бить посуду и делать глазки друзьям дома. Помнить, что рога не служат украшением человека, и что чем короче они, тем лучше и безопаснее для того, которому с удовольствием будет заплачено за рога. Не называться Матрёной, Акулиной, Авдотьей и другими сим подобными вульгарными именами, а называться как-нибудь поблагороднее. Например, Олей, Леночкой, Маруськой, Катей, Липой и тому подобное. Иметь свою маменьку, сирить мою благоуважаемую тёщу, от себя за 3-9 земель, а то в противном случае за себя не ручаюсь, и иметь минимум 200 тысяч рублей серебром. Впрочем, последний пункт можно изменить, если это будет угодно моим кредиторам. Спасибо. 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 Спасибо.